Меня зовут Фурцев Виктор Николаевич, я старший научный сотрудник Института зоологии отдела систематики энтомофагов и экологических основ биометодов. Я кандидат биологических наук и занимаюсь вопросами в нашем отделе систематики энтомофагов перепончатокрылых насекомых. Перепончатокрылые насекомые это пчелы, осы, шмели, пилильщики и наездники. Наш отдел занимается паразитическими перепончатокрылыми, как основным агентом биометодов, биологического метода борьбы с сельскохозяйственными и лесными вредителями. В нашем отделе мы занимаемся в основном в большей степени, может быть 70 на 30 процентов, систематикой энтомофагов, как их идентифицировать, как их определять, их распознавать. Об этом научные сотрудники печатают статьи и также их биологией, систематикой, биологией и еще применением их в биометоде, допустим, в защите сельского хозяйства, экологическими методами защиты. В Полтавской области у нас есть такие опытные хозяйства, с которыми мы сотрудничаем. Выпускаем такой объект, как называется, трихограмма, которым я занимаюсь. Это небольшой такой паразитическое насекомое мы сегодня. Посмотрим. Всего лишь полмиллиметра размером. А паразитические перепончатые крыла, они разные. Мы их тоже посмотрим. Вот здесь папочки и на компьютере. Они от полмиллиметра до двух сантиметров, потому что некоторые их негманоидные наездники, они весьма крупные, заражают крупных хозяев. Ну вот, можно посмотреть, например, некоторые кусочки презентации. Сейчас я его включу и так их покомментирую. Потому что, когда мы говорим о паразитизме, то про насекомых говорят, что насекомые – это паразитоиды. Более точная научная терминология, потому что есть паразиты, паразитоиды. Паразиты, допустим, какие-то сосущие, сосущие, допустим, черви или комары, которые просто укусили, выпили, полетели дальше. Хозяина не убивает сосущие, допустим, они высасывают там что-то из печенки сосущие, печеночный сосальщик. Тоже хозяина не убивает. А паразитоиды, насекомые в большей степени 99%. Если паразитическое насекомое развивается на другом насекомом, этот хозяин насекомых погибает обычно. Допустим, наездник развивается на гусенице, а куколки насекомого другого. И этот хозяин погибает, и поэтому его, в общем-то, можно использовать как агента биометода с тем, чтобы развести, например, в искусственных условиях лаборатории этих насекомых и выпустить, и они будут уменьшать численность, не до нуля, конечно же, а там до определенного процента, как паразитоиды этого вредного хозяина. Ну вот, большинство это паразитоидов, это перепончатые крыла, вот муравьи, пчелосы, наездники пилищики. В природе такого у него есть, так же, как есть хищник, есть жертва, фитофаг и энтомофаг, где хищные насекомые. До конца на него практически не можно, допустим, на 99,9%, как в природе все бывает. Все равно один экземпляр из 100 остается, который дает возможность ему дальше развиваться, существовать в природе. Однако, такое очень сильное понижение численности бывает в случае интродукции паразита, допустим, или интродукции фитофага на новые места обитания, где если привозится фитофаг, который ест растение, например, как колорадский жук или какой-то другой, он начинает поедать эти растения без энтомофага, который понижает его численность. И в то же время, если ввести, например, какого-то эффективного хищника или энтомофага, который поражает узко специализированного своего хозяина, он съест только этого хозяина. Он не будет переходить, условно говоря, на бабочек, на страйкосные. Но это имеет некоторую особенность, потому что иногда паразит может переходить на близкие виды. Он будет поражать какую-то группу видов. Если эта группа видов вредит для человека, то как бы приносит пользу. А если эта группа видов просто как природный фон обитания, то он съест и того вредителя, и будет еще другого. И потом, если это хищное насекомое, оно будет, допустим, пчелинов заедать, как, например, вот в случае такого хищника, как азиатский шершень, например, который его случайно интродуцировали в Испанию, во Францию. И вот он сейчас активно распространяется, пожирая просто пчел и других насекомых. Он вроде, мы считаем, что пчелы, то есть олсы, например, хищные, они приносят пользу как энтомофагия, а в то же время как малоазиатский шершень, вес павелитин, он охотится на пчел. И, соответственно, он стал вредителем. У него есть свой энтомофаг в Китае и в Восточной Азии, более крупный шершень. Но если еще более крупного завести, то вреда пчелам будет еще в два раза больше. Поэтому, а он очень пластичный, как оказался вид, случайный интродуцированный вид, оказывался очень пластичным. Он начал обитать, как наш обыкновенный европейский шершень, в укрытиях каких-то. Он начал обитать в укрытии, под землей, на земле, на крыше, под крышей, в подвале, внутри помещения, под машиной, в машине. Оказался очень пластичным, приспособляемым. Его численность необычно возросла, и поскольку был упущен момент его активного распространения, сейчас он активно распространяется в природе. Ну вот, допустим, это я про паразитов, шучу здесь вот, что их можно находить даже в самых обычных местах обитания. Вот есть энтомофаги, есть фитофаги, которые с ними борются. Про паразиты-паразитоиды я уже рассказывал. А, здесь я немножко хотел... Да, можно это... Вот фитофаги, паразитические среди многих их групп насекомых, есть даже паразиты среди жуков, особенно среди мух паразитические, двукрылые, и с ручейника, и даже есть паразитические бабочки, которые, например, развиваются гусеницей. Она не только может быть как хищник, она даже как паразит на цикаде, например. Но особенность это перепончатокрылые насекомые. Вот, наш отдел занимается как раз химиноптор, перепончатокрылые насекомые, которые включают много различных групп. Ну, здесь вот есть особенности паразитизма, допустим, что это есть, поскольку изучается не только систематика, изучается также и биология. Биологию изучать даже сейчас интересно. Почему? Среди насекомых, потому что насекомых очень много. Казалось бы, так сказать, все изучено. Конечно же, там и Левенгук, Гук, и, так сказать, еще 200-300 лет уже начали изучать перепончатокрылых и даже рисовать. Но насекомые довольно-таки много. И особенности биологии, даже у медоносной пчелы, самой крупной, хорошо, еще не все изучено, а у перепончатокрылых, которые небольшого размера и ведут скрытый образ жизни, очень сложно изучать. Оказалось, что есть особенности биологии, вот как полиэмбрионии, например, телетакии, аренатакии, когда развиваются самциты из неплодотворенных яиц, где вот особенности сейчас симбиоза с микроорганизмами, с вирусами, с простейшими, с вальбахией. Тоже оказалось, что это интересная особенность биологии, свойственной и перепончатокрылым, и другим группам насекомых. И поэтому, когда изучается систематика, сначала получаются материалы из природы, бывает, что этот материал живой, за живым можно наблюдать, изучить, как развивается на этом хозяине, под микроскопом, что позволяет там зафиксировать, сфотографировать, зарисовать, проследить цикл развития этого парпаразита и даже что-то найти новое, потому что есть группы перепончатокрылых, которые, я сказал, небольшого размера. Соответственно, поскольку их много, многие группы плохо изучены. И можно найти что-то новое в биологии, или даже вот в особенности полиэмбрионии, и выяснить особенности, которые до этого не были изучены. Вот я говорю, что паразитов и паразитоидов есть, могут быть хищники, как энтомофаги, а могут быть паразитоиды, которые развиваются постепенно. Хищник он прибежал и сразу просто съел, моментально. А паразитоид постепенно развивается, он откладывает яйцо, и имеются различные виды паразитизма, например, может паразит откладывать яйцо в яйцо, а оно не сразу вылупляется, съедает. Он ждет, пока разовьется личинка крупная. Личинка потом стартует, это яйцо вылупляется, начинает личинка потихонечку поедать уже более крупную личинку. И, соответственно, вылупляется уже паразит, уже крупного размера, хотя он отложил яйцо всего лишь маленькое, крохотное яйцо. Вот, например, есть энцертит, который откладывает яйцо в яйца бабочек. А выводится уже из гусеницы. Сам он размером больше этого яйца. Казалось бы, он из яйца не вылупится. А он, оказывается, личинка внутри яйца, она ждет, пока вылупится гусеница. Гусеница стартует ее развитие, потом она вырастет, потом он включится еще механизм полиэмбрионии. Эмбрион начнет делиться и выявляется. 200 экземпляров из одной громадной гусеницы этих маленьких наездников и инцертитов всего лишь миллиметра размером, который заразил крохотное яйцо, которое меньше размером самого наездника. Может быть, прямой личиночный паразит, когда заражается, соответственно, вот гусеница личинка, куколочный, заражается куколка. Там капустные белянки, их часто можно заметить. Если собрать куколок, допустим, хризалисов, где-то на даче, 90% будут заражены, и из них вылупятся не белянки, или там не нимфолиды, если это будут другие, а вылупятся наездники. Причем самые разные различных групп. А что с их раздействием? И магинальные, допустим. Вот здесь нарисована божья коровка. Божья коровка и наездник браконит. Действительно такой есть. И это можно заметить. Его можно собрать сейчас. Такая божья коровка очень... Вот этот вид божья коровки, интродуцированный он в вспышке размножения. Наездник подбегает к божьей коровке взрослой, как и мага, заражает ее, и личинка развивается внутри и мага. Потом около этой божьей коровки появляется, вылезает из нее личинка. Божья коровка, причем она даже еще не так уж как раз не может, и не погибнуть сразу. Вылезает личинка, она плетет кокон, и божья коровка находится таким круглым коконом, как маленьким божьей коровкой. 5 мм, 4 мм кокона. Внутри его будет уже раз... Сначала появится личинка, которая сплетет кокон, потом будет куколка, из коколки вылупится уже и мага браконида, которым он заражал не гусеницу, то есть не личинку божьей коровки. У него не гусеница, у него личинка. Он сразу заразил и мага, и вылупился из и мага. Поэтому он называется имагинальный паразит, паразитизм и мага. Вот множество таких, самых разнообразнейших таких комбинаций в биологии. Вот здесь как раз, допустим, паразиты яиц, которые... Или вот, допустим, вот паразит яиц, у него появляются различные морфологические особенности. Паразит подагрева, мантица религиоза, которую сложно, допустим, заразить, потому что это коконный в таком плотном, как пенопласте, твердый. Оказывается, чтобы его заразить, наездник подагреван. Он имеет длинный яйцеклад, чтобы туда далеко проникнуть. И он подбегает, химическим образом находит эту кладку, когда богомул только что отложил. Она еще мягкая, как пена. Он подбегает, чтобы заразить поглубже, потому что он не может, пену защищает. Он поглубже, у него есть разница, есть яйцеклад очень длинный, и он заражает разные кусочки этого кладочки, чтобы проникнуть и всех-всех-всех заразить. Иногда, иногда в паразитизме сменяется типы паразитизма. Допустим, вот некоторые могут заражать, и даже яйца могут заражать и личинок, допустим, сосущих насекомых. Вот такие бывают. Самые разнообразные хозяина паразитные отношения, которые как раз найти, это представляет собой нюанс, который описывается заново в литературе, как научные публикации, как выступление на научные конференции, и идет в плюс для развития. Вот трофические связи, допустим, вот тех маленьких трихограмм, которые я занимаюсь, они заражают яйца самых разнообразных насекомых. И бабочек, и жуков, и прямокрылых, и трипсов, и сеноедов, даже вот здесь крохотный паразит сеноедов, например, из семейства трихограммателей, он всего лишь размером 0,2 мм. Из рода такого мегафрагма, это уникальный, так сказать, такой есть наездник. Ух ты, он половина меньше этого, который вот этот, полмиллиметра, а тот в половину. У него, сейчас он, был изучен, его нервные клетки, оказалось, что у него, специально делали срезы головы, оказалось, что у него мус головной ганглей. В головном гангле оказалось, что есть клетки, которые не имеют ядра. Как бы такого не должно быть, где-то на друге, эритроциты не имеют ядра. Но мозг, ты должен иметь ядро для передачи калий и натриевого обмена, импульса. А вот каким-то другим, загадочным, ну, не то, что не загадочным, вот, который исследует этот процесс, оказалось, что в нервном гангле, в голове у мегафрагмы, у него нет ядра. И передача нервного импульса осуществляется немножко по-другому. Это очень интересное открытие, которое оказалось бы на ровном месте, а оно на основе того, что происходит миниатюризация насекомого. Она уменьшилась настолько, что места для ядра не оказалось. И не у всего гангле частично есть. Допустим, по нему где-то пониже, а где-то на окраинах попали. Даже ядро исчезло, но функции... Потому что оно ничем не отличается от этого насекомого. Оно так же крылатое, оно с яйцекладом, оно заражает, оно заражает яйцо сеноеды. Вот, кстати, его можно даже собрать, что я даже не ожидал, его можно собрать самыми простыми ловушечками, и даже 0,2 мм его потом можно обнаружить в этих ловушечках под микроскопом, потом сделать из него микроскопические препараты, для чего мы делаем микроскопические препараты на маленьких объектах. Вот такие вот эти препараты стеклянные. Здесь в канадском бальзаме в жидкости фора. Соответственно, здесь разделяются детали строения и морфологии, которые изучаются уже в более подружном микроскопе под увеличением 400, под увеличением 1000, с тем, что вы увидели детали усика, метали, или, так сказать, крылышек, морфологические детали, которые нужны для определения того или иного вида для идентификации, потому что каждый вид имеет свои особенности биологии. Один развивается на одной группе хозяев, другой развивается на друг. Такая трофическая специализация у многих групп насекомых. Есть полифаги, которые развиваются на многих группах насекомых, а есть олигофаги, есть монофаги, только на один вид паразита, на одном виде хозяина. Если его, сколько ему не давали предлагать даже в лаборатории или в полуискусных условиях в природе, он не будет заражать другого хозяина, даже родственного, близкого рода, он не будет на него нападать. Вот здесь, допустим, вот трихограмма, которая вот здесь смонтирована, она крохотная насекомая, вот она заражает яйца бабочек самых разных групп. И вот яйца бабочек, они самые разные, крупные, кругленькие, маленькие, большие. В одном помещается только один экземпляр, а в другом помещается этих наездников до 20 экземпляров. Вот они. Потом яйцо темнеет, из яйца вылупляется этот наездник. Вот это мы смотрели, как раз инцертида, которая заражает. Крупнее яйца. Чего он, когда сказал, заражает? Он не сможет его здесь разиться. А он здесь, внутри яйцо, ждет, пока вылупится гусеница. Она еще будет плавать внутри гемолимфы. На него нападут клетки гемолимфы, попытаются его изолировать, чтобы оно, как чуждое вещество, его... А у него вырабатывает свои анти... Поскольку гусеница вырабатывает иммунитет, она старается избавиться от паразита, а у него вырабатываются антииммун... аутоиммунные какие-то другие процессы, тем, чтобы выжить. И, в конце концов, если он выжил, то он здесь развивается и дает еще множество своих дублей. Вот, допустим, тоже вот этот толстый, такой крупный наездник, сантиметр размер. Например, он заражает яйца муха-львинок крохотные, которые 1 мм, а наездник целый сантиметр. Опять-таки, потому что он вырастает личинкой этой мухи, львинка, она живет в воде, она очень крупная, почти 2 см. Как раз и их хватает питания для развития очень крупного наездника. Вот, типа паразитизма, здесь они бывают открыто живущие, скрыто живущие, для многих скрыто живущих часто развивается такой очень длинный яйцеклад, на конце брюшка, он насекомый, называется яйцеклад, для складывания яйца внутрь или на своего хозяина. Еще посмотрим, здесь у меня специальный видосик, как это происходит. Вот, допустим, как взрывая гусеницы, которая как взорвалась, как ядерным взрывом, они сидят более сотни личинок, потому что они съели полностью гусеницу, потом вышли, потом они начинают плести коконы, а здесь что-то другое съели, вот вышли из этой гусеницы, более крупные личинки, здесь меньше была, а из этой маленькие. Поэтому получается одиночный паразитизм, множественный паразитизм. И этот паразитизм можно даже посмотреть, поставить в лаборатории. Вот у нас мы ставили специальный опыт, когда ловится наездник, вот, например, наездник и его плектруса, в такой же вот чашечке петра мы сажали, запускалась сюда гусеница, совки, бабочки, совки, ноктуида. Запускался наездник, который наездник откладывал сначала яйцо, сначала он парализует эту гусеницу, с тем, чтобы гусеница его не укусила, она защищается, она отплевывается, и мы содержим своего кишечника, стараемся плюнуть на него, с тем, чтобы измазать его крылышки, а тот тогда уйдет, будет чиститься, а в этот момент гусеница уползет и спрячется. Поэтому он сначала крутится, крутится вокруг гусеницы, парализует ее, она замирает, тогда он откладывает яйца поближе к голове, с тем, чтобы она не может извернуться, ничего, и загрызть их, не может зависеть. Потом уже, когда она оттаивает от паразитов, от парализации, она оттаивает, она начинает ходить, подпитываться, она не умирает. Начинают расти неожиданные гуси, личинки паразита, вот они вырастают, вырастают, и потом выходят, плетут коконы, и гусеница просто уже черняет и погибает. а это вот другие паразиты тоже вышли и куколки уже образовались. Вот это лично яблок, если мол, лаборатория, это не связано с интернетом. Поскольку их много, на различные, вот допустим, такая толстенькая гусеница, это вот гусеница разных, из разных семейств паразита. Вот заражает наездник, например, куколку, внутри куколки развивается множество личиночек. Вот куколка, бабочки, например, куколка, псевдокуколка называется, пупарь, мухи. Тут самые разнообразные варианты биологии характерны для наездников, допустим, пинопилищики развиваются, их не моноидные наездники, это вот хальцидоидные наездники, сколько групп семейства насекомых очень много паразитических. Обычно научные исследователи, ученые изучают как бы более изолированную какую-то группу, например, семейства или пары семейства, или три семейства, невозможно изучать. Химиноптера, допустим, это отряд, в нем находится 10 тысяч видов насекомых, 10 тысяч насекомых не освоит только искусственный интеллект, а вы их не соберете, просто говоря, максимальным образом, не изучите детальные особенности биологии, так сказать, так урывками, поэтому исследуется обычно какая-то узкая группа, допустим, на позвоночных воробьиные, тетеревиные, также на перепончатых крылах отдельное семейство перепончатых крылых насекомых, допустим, на имага нападает на имага муха, тофина, которая выкладывает яйцо, и личинка съедает вот этого жука, кукурузного жука, который тоже, кстати говоря, является инвазивным, завезенным, в том числе в Украину, а это вот Долгоносика, например, заражает, он тоже имагинальный, ну вот, есть вот солитарные одиночные, есть Григорные, мультипаразитизм, и так далее, и так далее, ну, это такие неподвижные презентационные, а теперь я вам покажу, чтобы вам было повеселее, вот, допустим, наездники, которые находятся внутри, казалось бы, чего-то, какого-то шарика, а это тоже яйцо, просто оно прозрая, точная оболочка имеется, этот наездник развивается внутри яйца водного жука или стрекозы, вот это водный жук, наездники находятся под водой, хотя, казалось бы, могут ходить, они живут в основном на поверхности, а это водные наездники, которые погружаются в специальную воду, чтобы найти яйцо, не такое, а такое беленькое, сейчас мы потом посмотрим, жука, плавунца, заразить его, и то есть, получил, вот это называется мекони, все фекалии остаются, а это вот здесь более крупные самки, крупная самка, это маленький самец, сначала развивается личинка, личинки, сначала здесь сидят личинки, потом они окукливаются, становятся куколами, это уже в последний момент вылупились уже немаги, они не просто прогрызают дырочку сначала, они здесь внутри спариваются, но мы их даже видим через прозрачную оболочку яйца, вот здесь, а жуку уже, жуку уже, все, от жука ничего не остается, вот они выглядели, вот так вот, беленькие, это развивались личинки, потом они превращались в куколки, сначала куколка беленькая тоже находится, потом она темнеет, она развивается, потом она сбрасывает шкурку очень крохотную такую тоненькую и вылупляется, и мага, если здесь один экземпляр, то он просто выгрызает дырочку и выбегает, вылезает, вот видите, здесь развивается куколка, вот миконий, вот эта вот голова надежника, и вот тельце такое, это тоже вот мною в лаборатории, вот это, яйцо, один экземпляр развелся, а в этом развелось три, потому что три яйца было отложено, и жук не исчезает в природе, потому что процент паразитирования может быть 30%, может быть 20%, а может где-то 5%, и поэтому это разных условий, потому что один пруд теплый, другой холодный, в одном солнце больше, в другом пересыхает где-то, поэтому... А это висоток всередине одни экладки, что в принципе популяции? Это покой, это жук, это я их уже сложил вместе в чашечку Петри, чтобы показать разные варианты, варианты, потому что жук плавунец откладывает яйцо в растение, я собирал растения, из растений вынимал пинцетиком яйца вот этих наездников, а вот этот наездник, у него есть крылышки, ко всему прочему, вот этот сейчас находится под водой, в капельках воды, потому что иначе бы они все высохли, и вот он плавает при помощи ножек, мы специально даже написали такую статью на английском языке, про то, как плавает этот наездник, я в сотрудничестве с физиологами, они рассчитывали математически, как двигается ножка, специально, и при этом даже в этот наездник потерял способность к активному перелету, перелетает только такими воздухом его подхватывает, он перелетает, и на на сухой чашке петли, он погибает через 10 минут, он настолько приспособился к воде, как стрекоза, вот это вот они вылупились из маленьких плаванцов, и сейчас возможности техники позвонят, вот допустим, у меня был такой интересный провокационный вопрос для вас, например, вот вы видели у себя дома, например, каких-то насекомых? Ну, да. Например, каких дома можно увидеть насекомых? Мех. Так, один вариант. Мухи там привезли? Ну, какие же мухи? Мухи, какие же мухи? Ну, как они могут называться? Домашняя муха это в селе в городской объект генетики в домашних условиях, которые приносятся с фруктами, например. Моль, дрозофила, а вот еще другой объект, например, хрущи. А-а. Да, ну, у нас я встала, у нас зимой в хате прям хватит. Залазать, ныкаются. Ну, очень крупненькие. Я не знаю, легкие же, как у меня. Ну, что-то такое ходила. А вот такого вот вы наблюдали, например? Мурашки. Вот такого мурашки, правильно. вот такого маленького жука. А, блохи тоже любят. Блохи бывают. Тоже любят. А это вот такой вот небольшой маленький жучок. Казалось бы, в городских условиях им негде развиваться. Оказывается, они развиваются, например, в подвале дома, чаще всего. домашних животных. Я тоже думал, собачка, которая вдруг неожиданно они появились плохи. Я думаю, как же он приносит этот самый... Таракан. Таракан в чистом обычном доме, с ним очень быстро побороться. А вот с другими, с вот такими маленькими, вот это называют хлебный точильщик. Хлебный точильщик. Маленький, коричневого цвета жуки. Но вот как оказывается, что даже у этих жуков у них у всех есть энтомофалии. И у них есть паразиты, которые их заедают, которых я вот показывал, например. Вот, например, у меня есть культура, который сидит в хлебный точильщик на сухарике разливается. Вот, можете внимательно посмотреть, он ходит живой, там, коричневая такая, а сверху еще ходит небольшая маленькая черненькая камашечка такая, черненькая. отличная от жука. Это есть наездник, о которых я сейчас вам о которых говорю, потому что он заражает личинку вот этого жука точильщиком маленького размера 1 мм. Личинка делает полость внутри хлеба, внутри крупы, допустим, она делает такой круглый, как киндер сюрприз. Внутри сидит личинка, этот наездник маленький, черного размера, он здесь маленький, потому что ему мало пищи, он маленькой личинки развился. чуть-чуть покрупнее иногда бывает, на более крупной личинке развьется более крупный. Он сам-то уже взрослый, мага не растет, а просто зависит от хозяина. На более крупном хозяине иногда бывает более крупного размера. и вот такие иногда вылетают в домашних условиях. Вообще в прошлой зиме мы собрали точнее что было. Так вот вот у этого есть, даже у блохи, как оказалось, даже у блохи есть наездник паразит. Но он плохо изучен, например, этот ветер, а он описан из Великобритании, вот в Украине допустим, еще не описан. Из Великобритании и он собран из блох, которые в птичьих гнездах. Например, почему-то на воробьинах, на дроздах. В маленьком гнезде развиваются блохи. Если собрать такие гнезда, например, в пластиковый пакет, могут вылупиться блохи, не 100%, а могут вылупиться блохи, а могут вылупиться наездники. Ага, оказывается, эти наездники развивались. На этих блохах можно предположить. Чтобы точно провести, иначе надо собрать отдельно хозяина, его поинкубировать в чашечке Петри в контейнер и увидеть, как вылупляется из него какой-то паразит. Вот сейчас я вам покажу как раз вот этого некоторых хозяев, которые в домашних условиях бывают. Вот эти вот как раз хлебные точильщики семейства Анабиеда. здесь я их специально отсадил, чтобы их было наглядно хорошо видно. И один экземпляр показывать. Когда показываешь колонию, сразу как-то наблюдаешь хорошо. Вот эти вот в сельской местности тоже живут часто. Вот они вытянутые вытянутые зерновые долгоносики. А вот это фруктовая моль, которая тоже часто летает в домашних условиях. часто летает моль как раз именно фруктовая, потому что она подъедает какие-то хлебные корочки, труху, маленькую оставленную, маленький бублик, незаметно, а потом вылетает она двуцветная. Двуцветная? Вот это же есть зерновой долгоносик. У него вытянутая головотропка, он развивается внутри или допустим зерна или например перловочки. Он может развиваться даже на макаронных изделиях. А вот это как раз двуцветная фруктовая моль. У нее коричневый цвет, а здесь серенький. Если это шубная моль, она бывает чистая коричневого цвета, из семейства танииды, а это из другого семейства. И чтобы его не опасаться, она не переходит естественно на одежду. Это фруктовая моль, вот видите она такая двуцветная и более крупная обычно на кухне пасется. Но у нее тоже есть энтомофак, сейчас мы его найдем. Вот она энтомофак из семейства бракониды. У него есть такой хвостик маленький называется яйцеклад. он уже парализовал гусеницу, гусеница уже не дергается, как раз видите, что не убегает, она уже готова ко всему. Вот он подбегает, здесь он без разумяна, он ее ощупывает, находит удобненькое место, откладывает на поверхность яйцо. На поверхность яйцо это называется эктопаразит, наружный паразит. А он просто снаружи откладывает, при этом у них конкуренция, если их много, то подбегает вторая самка, съедает это яйцо или его колет, тем, что у него конкуренция, надо отложить свое наследство. К тому же наездники часто подпитываются хозяевами, допустим, он колет этого хозяина, даже паразитированного, если, допустим, еще не созрели внутри яйцеклетки у этого наездника, он сначала колет хозяина, подпитывается гемолимфой, чтобы развиться, созреть, а потом только начинает вот этот уже подпитавшись у него брюху раздулась, а это он все ищет, нежели там вдруг он чувствует химически восприятие, вот здесь собралась целая команда этих наездников, а хозяин только один, у них дикая конкуренция, они не знают что делать, каждый подбегает, откладывает и поэтому они собрались здесь вокруг и скорее всего просто яйца и усеницы никто не будет развиваться, а это вот наездники, которые фитофаги, фитофаги то есть они развиваются внутри растения, вот этим называется семейство мегастегмиды, мегастегмус, которые развиваются в шиповнике, в шиповнике они фактически являются семиедом, если собрать даже сейчас, например шиповник, который висит на перезимовав, не в каждом, а в каком-то проценте, может быть 5% этого шиповника будет из него через месяц, может быть через пару недель, а так уже перезимовавшим, прогрызут дырочки в твердейшем этом шиповнике, который будет твердый, как камень, они прогрызут и выйдут, а почему они с длинным яйцекладом, потому что они должны заразить семечко внутри нарождающегося плодика шиповника на следующий сезон, он еще не твердый, он не созревший, он будет просто зелененький, и нужно внутрь пронзить где-то на миллиметра 2-3, погрузиться и отложить яйцо внутри семени, она разовьется в течение сезона, сформируется, куколка, и эта куколка должна перезимовывать целую зиму и выйти только на следующий год. А это вот квасоль, например, на квасоле тоже самый известный домашний вредитель, потому что если их в замкнутом пространстве посадить, то они съедят всю фасоль, потому что им некуда будет убегать, они будут просто здесь откладывать яйца на поверхность, но вот даже такой группы как бруфиды, как раз это сейчас подсемейство из куркуляни долгоносиковых являются, жуки зерновки, у них много интересных паразитов, которые развиваются даже на яйцах этих зерновок, вот здесь есть зерновки, которые вот неожиданные такие, смотрите, такие здоровенные толстые зерновки, вот эта зерновочка очень маленькая, она всего лишь размером 3 миллиметра, а эта зерновка очень крупная, потому что эта зерновка мегабрухидиус дорзалис, мегабрухидиус, огромная брухидиус, она развивается на глядящей, которую вы иногда можете увидеть в городе, вот такие огромные бобы висят, как стручки, они называются не стручки, бобы называются, вот когда они падают над землю, я обнаружил, что на них есть отверстие, это было где-то уже 6-7 назад, как оказалось, что это интродуцированный, постепенно, рассеянно распространяющийся вид, который сейчас потом нашли, я нашел в Киеве, потом нашли в Харькове, потом нашли во Львове, сначала нашли где-то в Краснодаре, на Кавказе, и он так постепенно, постепенно активно распространяется, я был в Турции, в Турции не нашел его, значит, еще не завезли, просто говоря, потому что глобально сейчас завозится все с продуктами, с машинами, жук села на машину и переехал просто в другое государство также и вместе со своим же паразитом. Вот здесь, например, если раньше мы публиковались, допустим, о энтомофагах, то раньше можно было, допустим, даже нарисовать этих энтомофагов, потому что вот начинают хищные жуки жужжелиться, например, они тоже энтомофаги, потому что они фактически уничтожают. И вот у нас в отделе занимаются перепончатой крылом, то у нас вот есть коллега Александр Григорьевич Вальченко, он муравьями занимается. Это упоминаю его, допустим, у него уже сейчас публиковано очень много работ, книг на сканирующей микроскопе фотографии. Но вот сейчас можно, допустим, где-то здесь я покажу вам вот микроскоп, микроскоп, микроскоп. А вот. Сейчас мы можем уже уносить хорошее оборудование, которое сейчас мы пробуем проходить. Кроме таких вот рисунков, которые были раньше, когда можно было нарисовать наездника, показав его детали строения на четком или черно-белом рисунке, или даже на цветном. Это у нас назывался атлас энтомофага. Вот энтомофаг, видите, у него огромный энциклад, это семейство ихниманоидной наездники, потому что он заражает погруженных в древесину различных вредителей. Поэтому ему нужно очень далеко, глубоко добраться, и он размером где-то может быть 20 мм. А сейчас мы его можем сфотографировать на микроскопе, показав его детали. допустим, видите, огромные такие толстые ножки, загадочные, они такие скривленные ножки, это семейство хальцидиды, специфический такой признак. как раз это я показывал заражает муху-левинку разных хозяев. Возможно, для того, чтобы ножками паразит удерживает хозяина, чтобы он не убежал, или чтобы не сопротивлялся. Поэтому нужно заразить. Или развиваться какие-то ножки более крупные, чтобы прыгнуть, например, в случае опасности нужно отпрыгнуть очень активно и быстро. Или когда он подзывает, допустим, по какой-то куколке, тоже куколка толстая, ему нужно как-то эту куколку охватить ножками и крепко удерживаться на ветре где-то на улице. И с тем, чтобы еще удерживаться, еще при этом ее нужно заразить. Вот это их неуманоидные наездники крупными они обычно чаще всего с яйцекладами, потому что они заражают скрыто живущих насекомых. Вот это, допустим, бракониды на паразитах гусениц. Вот этот, тот, который я показывал, который заражает гусеницу, вот это семейство бракониды. Это они у нас опубликованы в виде такой книги, который называется «Атлас энтомофагов». Несколько мы. Вот описание биологии, допустим, где они живут. И вот посмотрите, получился такой атлас с описанием биологии и даже художественного исполнения. Сейчас я дойду. Здесь очень много браконид. Крупные были, тогда можно было рисовать более крупные рисунки, потому что на крупном рисунке можно более точно показать различные детали. даже сейчас есть энтомофаги, которые специально фотографируют насекомое на хорошем микроскопе. У них получается фотография, а потом они фотографию обрисовывают, делают тональный черно-белый рисунок с тем, чтобы выделить детали, какая-то ребристость, какая-то микроскульптура, какой-то тоненький признак, который подчеркнуть на черно-белом рисунке, даже на одноцветном, не на цветном. С тем, чтобы он более становится контрастным, выделяется, ну, допустим, как структура, допустим, можно сфотографировать сердце, а можно сделать его нарисовать. Нарисованным сердце выделить детали, которые наиболее важны для того или иного болезни, для определительного. А это хальцидоидные наездники, которые у нас занимаются хальцидоидными наездниками, ихнемоноидными, бетилоидными наездниками, потом муравьями, а вот те, которые заражали коколок, вот это наездники ктерамолиды, вот это как раз паразит, он относится к семейству ктерамолиды, которые заражают хребного точильщика. И вот иногда, даже в домашних условиях, вылетает вот эта моль, а редко, если вдруг залилась моль, за ней приходит там фак, иногда вылетает даже вот этот наездник браконет. Я думал, так сказать, что это как бы шутки такие, но я видел на самом деле действительно у меня как-то была моль и в конце концов появился и наездник, потому что я его и дома в лаборатории содержал, невозможно, потому что летом, когда вы открываете окно, через окно залетает тот же зжог точильщик от соседей из улицы и вот здесь допустим вот сейчас я вот покажу тоже разговор пошел про дрозофилу, залетают допустим ухи дрозофилы, а вот залетает такой наездник который заражает вот этот пупари в котором родилась бы муха и он заражает тоже прилетает с улицы вот это просто поставлен на эксперимент мы здесь в лаборатории ставили этот эксперимент когда открываете просто окно даже в городе вот здесь в центре города вы открываете наездники прилетают на запах потому что здесь есть гнезда птиц они заражают пупари мух которые развиваются в гнездах птиц если вы им даете какой-то искусственный субстрат например развести дрозофил то прилетят и эти наездники которые будут их заражать соответственно можно изучать вот мой как коллега заведующий нашим отделом допустим он изучал специально биологию паразиты который развивался на мухах дрозофилидах при этом можно вскрыть эту гусеницу но нужно вскрыть эту гусеницу а пупар вскрыть эту пупар внутри будет личинка а внутри можно найти сначала яйцо потом посмотреть это различные стадии развития как она развивается будет личиночка развиваться потом она старше и часто бывает что вот эту личинку никто никогда не изучал даже вид будет описан в 1870 году 250 лет никто не изучал потому что это надо тогда еще не было таких микроскопов тогда не было такого исследователя которому пришла идея взять личинку вскрыть ее и посмотреть личинку внутри личинки тем более что на хорошем микроскопе на Олимпусе уже увидеть даже яйцо которое будет здесь внутри этого этого пупаря вот сейчас где-то здесь вот здесь будет вот видите сидят мухи трозофилы веселые и подозревают что их ждет а вот пупаря из которого еще муха не вылопалась вот пришел наездник здесь на шкурке яблоко он сразу же начинает заражать продолжать вот сначала он и так раскачивается потому что у него используется и сихват для того чтобы проколоть и у этого как раз получается эктопаразит внутренний он кладает внутрь личинки потому что личинка там уже она запакована хорошо защищена и она не высыхает и внутри развивается личинка паразита вот видите мы их нарисовали прорисовывали здесь различные тонкие детали необходимые для определения соответственно это если мы занимаемся каждым семейством а кто-то из практических сотрудников которые изучают биоразнообразие скажем так даже делая какой-то такой более простой обзор хотя бы собрав насекомых различными методами могут просмотреть и сделать предварительное определение слишком точное допустим может быть они не сделают потому что в этом роде может быть 10 видов до точности если этот человек очень точен он может передать нам материал и сказать пожалуйста определите потому что мне интересно биоразнообразие хозяев вредителей и их паразитов в том или инотомной или ином сихскохозяйственной культуры вот допустим друг друга паразит вот это называют такие бочонки это бочонки не просто бочонки это яйца лопа вот это здесь клопа улыбляется наездник ну вот леченка на гусениц это уже кокона кокона вышедшие сплели гусениц еще не погибла она продолжает жить а практически потом когда они уже вышли в завершение своего тепла развития она погибла от выходящей леченки тут различные особенности биологии бывают бывают что отмечено даже такое что гусеница у нее такое инстинктивное поведение что у некоторых видов гусеница ползает на палочку она при этом еще остается живая она двигается пока сохраняются коконы она двигается и отгоняет муравьев которые могут пробегать своими движениями она догоняет муравьев тем самым защищает не себя а паразитов которые раздеваются потому что те могли бы прибежать там что-то ее сожрать еще не окукливавшихся паразитов тоже бы схватили бы таких голеньких личинок вот это вот личинки которые плетут коконы или вылупляются как раз из гусени это у пеликончатых крылок здесь имеется голова в этой дочиночке а у двух крылок например там у нее голова редукцирована допустим кого здесь еще кто-то здесь сейчас вот не хватает потужности а это цикадка она тоже паразитирована есть цикадки тоже стало плохо из нее кто-то хочет вылупиться цикадки вот это уже из нее уже вылуплялись цикадки приходят плохо из нее вылупились цикадки цикадки получается они не разрушают грудную тагму не разрушают мышцы что она способна еще двигаться по сути только в самом брюшке но гусеница тоже вот здесь да гусеница более такая да здесь будет а вот здесь что-то не хочет быть очень интересная паразита это фага допустим есть такое растение которое называется инжир в инжире развиваются такие вот интересные осы которые называются бластофаг этот маленький бластофаг это самец бластофаг около одного миллиметра размером бескрылые насекомые с огромными с правой стороны здесь большие крупные ноги как у медведки для чего ему и коротенькие усики после спаривания этот самец вылезает делает выход из соплодия инжира кругленького такого соплодия инжира там не будем удачной точно белый но именно мужского соплодия он выгрызает такой ход как муравей и выпадает из соплодия по этому ходу потом начинают выходить самочки а вот самочки совсем другие самец такой смешной червячка похож а это вот подсохшая такая подсохший плодик инжира с которого повлуплялись внутри развивается в виде галлов на семенах образуются такие галлы и в каждом таком кругленьком маленьком гале развивается фитофаг это растительная ядная гластафага и вот она выходит она крылатенькие такие особи обычно они заходят внутрь инжира через вот это называется устицы она заходит сюда на самочку внутрь откладывает яйца на завязи здесь внутри а потом когда он разрастается формируются эти галлы внутри устицы обычно закрываются поэтому нужно выходные выходные это я уже вскрыл делаются такие отверстия которые самцы протачивают из них выскакивают эти маленькие бластофаги которые летят на другие еще маленькие соплодии размером всего лишь с ноготок и вот эти бластофаги у нас живут только в Крыму и южнее южнее но считается что иногда что не едим ли мы бластофаги вместе с инжиром на самом деле нет потому что сейчас очень много партеногенетических инжиров которые не требуют опыления ко всему прочему вот эти самцы они развиваются только на мужских соплодиях у инжира такие необычные что есть мужское дерево и есть женское дерево и плоды там разные на женском дереве вкусные плоды а на мужском дереве вот такие такими завязями плоды они рыхлого цвета а не рыхлого состояния такого они как ватные они несъедобные а когда они заражают когда они перелетают по запаху на женское дерево в женском дереве которое с ноготок там соплодия фактически залезает внутрь бластофага а потом она рассасывается соками растения полностью рассасывается это действительно так потому что я собирал здесь на этих саплодия размером с ноготок вот его вскрываешь внутри живая бластофага находится сок начинает инжира из инжира течет млечный сок такой как из фикуса как из фикуса действительно и внутри живая бластофага вот она туда зашла а она обычно уже назад не может возвратиться потому что через это пустится ей очень трудно иссякает ее усилия она откладывает яйца и погибает и внутри потом развиваются сами галлы и вот это новое поколение бластофага так а осы используются для опыления при этом то есть инжиру выгодно инжиру выгодно потому что на мужском дереве развиваются осы а женское дерево посредством запаха привлекает опылителей узкоспециализированных которые других другие бы не прилетели они только прилетают с мужского дерева и тут есть много комбинаций потому что инжиров около тысячи видов и тысячи видов таких же приспособлившихся к ним бластофаг но у некоторых растений мужские и женские и соплодия бывают вместе где-то в Индонезии у нас наш инжир он имеет два дерева мужское и женское сначала происходит развитие ос на мужском дереве а на женское привлекает просто запах для опыления они путают это мужское дерево и они летят на женское дерево на женском дереве они не могут развиваться бластофаг они просто залезают внутрь этого соплодия опыляют вольно-невольно и уже вырастают турецкие такие инжирные соплодия которые с хрустящими косточками большинство из этих хрустящих косточек это опыленные но там никаких нет это само семечко семечко потому что она опылилась и вот образовалась семечко а те которые не хрустящие как раз есть такие соплодия инжиров такие очень мягкие сочные вот это обычно портальные корпические которые без опыления и они просто некоторые бывают до 300 грамм как груши такие очень крупные так что вот такие вот самые разнообразные есть у нас перепончатые крылы вдруг у вас накопились какие-то вопросы могу вам на них ответить там есть еще у нас микроскоп есть коллекции где можно посмотреть как мы храним насекомых конечно же публикуем в различных журналах хоть начинает так сказать American Entomological Journal у нас есть специальный журнал энтомологического общества как сказал я показывал допустим вот рисунки а вот сейчас для публикации уже специально делается на микроскопе который вы еще сейчас посмотрите делаются фотографии наездников детали их строения делается специальное описание описание распространения биологии морфологии на английском языке сейчас это делается потому что английский язык это средство сейчас общения возможности публикации возможности выступления на научных конференциях и возможности грантов потому что без английского языка сейчас никуда потому что публикации приветствуется на английском языке, что дает возможность получения так называемых грантов для продвинутых людей, называемых грантоедами Грантоед это успешный податель на гранты, который может написать грантовую заявку грамотно ее оформить и активно ее где-то подать потому что гранты это выделяемые на научные исследования или биологические, химические, гуманитарные составленные по определенным правилам в определенных организациях, и надо вовремя туда податься и если у человека есть, допустим, какие-то даже студенческие первые свои публикации показывают, что человек имеет знания и навыки, он умеет работать с материалом ему могут поддержать это развитие, потому что он не считает еще новой публикации а поскольку в научных исследованиях всегда есть белые пятна неизученные всегда интересно найти какого-то продвинутого молодого человека или девушку, который интересуется вопросом и уже имеет опыт и дать ему грант для развития, почему дается степень не для того, чтобы поддержать бедных несчастных, бедных несчастным надо дать пособие а грант это не пособие, грант это грант для развития интеллекта какого-то научного исследования, гуманитарного или биологического, химического соответственно, материал этот можно изучать любой это будет или украинский, или это будет всемирный материал материал может быть и откуда угодно, из Европы, из Азии, из Америки, из Австралии и везде, и грант поэтому может быть международный просто есть небольшие гранты, как стипендиальные программы, допустим а есть большие, когда уже люди получают большие множество публикаций множество книг, они подаются на совместные международные несколько лабораторий, это называется большие гранты а начинается со студенческих грантов если вы не против, я их сейчас переведу, потому что там ждет Марина показатель микроскопа коллекции если что, с Федером Николаевичем, если у вас появятся вопросы, то вы можете еще зайти и я вам еще продолжу, что-то еще новенькое отвечу на ваши вопросы у меня есть координаты, если у вас есть какой-то секретный вопрос, который вы можете задать по электронной почте написать твой вопрос спасибо 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 спасибо